Инспектор ГИБДД останавливает автомобиль. С документами у Игоря Бекетова всё в порядке. Далее к работе подключаются налоговики и судебные приставы. Проверки по задолженностям и штрафам Лепчанин удивлён. Но на такую установку водитель не сетует, считает, что это правильно. Всё быстро и от поездки не отвлекает. Это нормально. Я думаю, в любом цивилизованном обществе происходят такие вещи. Ничего страшного. Проверили всё и свободен, поехал. Со спокойной душой. Совместная работа служб на въезде в Липецк по выявлению нарушителей уже становится традицией. Пока приставы отслеживают неоплаченные штрафы и алименты, налоговики задолженности по имуществу и транспорту. Большинство водителей относятся к проверкам положительно. Я сам алименщиком был. Мне тоже это коснулось, как говорится. С одной стороны, нужны. Детям, как говорится, тоже. Ну и налогу в наш, как говорится, бюджет тоже нужны. А вот вас, как водитель, от дороги-то не отвлекает? Ну, по большому счёту, когда спешка-то возможно. А когда спешки нет, почему бы не пообщаться с хорошими людьми? В течение получаса за руку поймали 15 неплательщиков. Пятеро из них оплатили задолженность на месте. Тем, кто отказался, вручили повестку в налоговую инспекцию. Ещё нескольким водителям пришлось расстаться с мобильными телефонами и видеорегистраторами. Если у должника сумма долга превышает 3000 рублей, то на основании 80-й статьи Федеральный закон об исполнительном производстве судебный пристав имеет право наложить арест на имущество должника. В казну государства по имущественным и транспортным налогам жители области сейчас должны 178 миллионов рублей. Сокращение этой суммы способствует рейды. На автомагистралях специалистам удалось взыскать водителей около 62 миллионов. На сегодняшний момент данное мероприятие совместно со службой ГИБДД проводится только в городе Липецке. Хотелось бы, конечно, и в Липецкой области продолжить данное мероприятие, потому что они имеют свой эффект. В таком составе правоохранители работают с начала мая 2014-го. Убивают сразу двух зайцев, поэтому и решили продолжать сотрудничать. Ловить должников на посту ГИБДД теперь будут еженедельно. Дмитрий Курмаков, Игорь Петрухин. Липецкое время.